Решение, даже если это его решение, оно должно впечатляться в конфликтующей стороны так, чтобы они поняли и чувствовали, что они приняли это решение сами. Да. Чувство авторства. Это, по-моему, обоюдное решение должно быть. Не расслышал, повторите, пожалуйста. То есть решение, оно обоюдное и, в принципе, согласно, скажем так, положениям закона о медиации, оно должно быть добровольно. Да, согласен с вами. Добровольно. И вот это следующий принцип. Мы не сможем в рамках сегодняшнего занятия рассмотреть с вами все принципы, ничего страшного. Мы продолжим на следующих занятиях постепенно. Здесь не нужна спешка, потому что нам не нужно заучивать эти правила как стихотворение, вывешивать их на стену и так далее. Мы должны их понимать на интуитивном уровне. Потому что в ходе медиации бывают такие волнующие процедуры, когда не у кого спросить совета. И надо понимать логику, конфликт интересов, что допустимо, что недопустимо. Поэтому важно не просто догматично заучить законы медиации и эти правила, но хорошо представлять себе, почему это работает именно так. Какая модель заложена в основе. Давайте мы с вами попробуем провести небольшую имитационную сессию или подготовку к этой имитационной сессии. Для этого я сейчас вам, уважаемые коллеги, напомню наше задание, которое мы... Открою экран. Вы, наверное, получали по рассылочке задание, связанное из семейного спора в мировую компанию. Видите? Диаис Владимирович. Обменялись уже? То есть прочитали вы условия этого задания с сайта? Прочитали. Даже поговорили. А, даже поговорили. Ну тогда прекрасно. Я вот не буду его воспоминать. Columbia Spotway, так называется, семейный конфликт. Вот видите, здесь счастливая семья. И, в общем-то, очень известная на весь мир. Это транснациональная компания, которая из семейного бизнеса родилась. Что называется, американская мечта на практике. Но, как ни странно, вот эта компания часто перешла, прошла через очень сложные конфликты. Сейчас я опять вернусь, и мы попробуем с вами распределить роли. Давайте немножко поменяем ситуацию. Вот, например, здесь в компании два брата. Да, Денис Владимирович и я. А вы, Татьяна Николаевна, консультант, приглашенный. Ведь бывает совместный бизнес, когда родственники работают вместе. Вот предположим, что мы с Денисом Владимировичем вынуждены работать вместе, но у нас постоянно возникают ссоры в работе. Нам очень интересно заниматься съемками рекламы, рекламных трюков в целях продвижения нашей продукции. Когда дело доходит до стратегии, буквально любой обсуждаемый нами вопрос вызывает острые разногласия. Мы не можем прийти к определенной точке зрения. Наши кабинеты находятся в совершенно разных уголках здания, да? Мы по-разному относимся к клиентам. Пример, у Дениса Владимировича хорошая выдержка. Он может вести деловые переговоры часами. Я через 20 минут начинаю скучать, и мне хочется выйти на свежий воздух. Один словом, у меня больше креатива, у Дениса Владимировича больше прагматики. Но я без Дениса Владимировича не могу. Он без меня тоже не может. Вместе работать мы тоже не можем. Мы ссоримся. Чем вы нам можете помочь, уважаемая Татьяна Николаевна? Продолжение следует...